Громкие увольнения, новый курс доллара, зерновое соглашение и Рамштайн-4, главное за неделю. Президент отправил в отставку генпрокурора и главу СБУ. Украина получит еще больше военной помощи по итогам Рамштайн-4. В Турции подписано зерновое соглашение. МБУ повысил официальный курс доллара. Подробно о главных итогах прошедшей недели на РБК Украина. Отставки Венедиктова и Баканова. Владимир Зеленский уволил с должности главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. 19 июля Верховная Рада поддержала решение президента по заявлению Зеленского. Новые санкции подразумевают запрет на экспорт из России золота, в том числе ювелирных украшений. Под ограничения также попали Сбербанк, Фонд «Русский мир», Рассотрудничество, НПО «Квант», мэр Москвы Сергей Собянин. Актеры Сергей Безруков и Владимир Машков и почти 50 должностных лиц. Лишение гражданства Коломойского, Корбана и Рабиновича. На этой неделе в СМИ появилась информация о планах президента подписать указы о лишении гражданства Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана. При этом в СНБО заявили, что даже в случае подписания указы могут не обнародовать, из-за наличия в них персональных данных. 22 июля Геннадий Корбан не смог въехать в Украину. Он заявил, что пограничники изъяли у него внутренние и заграничные паспорта на основании президентского указа о лишении гражданства, но никаких документов в подтверждение не предъявили. По данным источника РБК «Украина», неизвестно, был ли подписан указ в отношении Коломойского, но обсуждения на эту тему имели место точка РФ снова изменила цели спецоперации. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что цели так называемой спецоперации в Украине расширены. Новой задачей российской армии является не только выход на границы ДНР и ЛНР, но и демилитаризация южных регионов страны. В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров ужесточить санкции против РФ. Поскольку слова Лаврова в очередной раз доказывают, россияне хотят крови, а не переговоров. В украинской разведке объяснили, что заявление российского дипломата об изменении географии войны свидетельствует о намерениях врага решить так называемый статус оккупированных территорий Украины. Обстрелы городов продолжаются. 21 июля россияне били по Харькову из ураганов. Пострадали авто, торговые павильоны, жилой дом, где была расположена стоматология. Погибло 4 человека, более 20 получили ранения. Днем ранее под обстрел попала остановка общественного транспорта. Окупанты также продолжают атаковать Николаев. В ночь на четверг выпустили 7 ракет по городу. В результате один человек получил ранения. Несколько ракетных ударов за неделю произошло в Краматорске. Разрушена школа, один погибший, здание в промзоне, жилые дома, один человек погиб, 10 получили ранения. В Бахмуте ударили по центральному рынку, попали в здание колледжа. 22 июля враг нанес массированный удар по трем районам Днепропетровской области. Дважды обстреляли из РСО Никополь. Были повреждены частные дома, ЖД-полотно. Один человек погиб, еще один ранен. Определились кандидаты в премьеры Британии. По итогам очередного этапа выборов премьер-министра Великобритании определилось два финалиста, голосование за которых пройдет 5 сентября после парламентских каникул. Бориса Джонсона на должности премьера могут заменить нынешние глава МИД Ли Страсс или экс-министр финансов Риша Сунак. Опросы прогнозируют победу Трасс с 62% голосов консерваторов против 38% у Сунака. Отставка Драги. Итальянский премьер Марио Драги ушел в отставку. Он объяснил свое решение тем, что пакт национального единства в парламенте перестал действовать. Со второго раза президент страны принял прошение Драги об отставке, а также распустил парламент. Досрочные выборы в стране пройдут 25 сентября. Причиной отставки Бакановой и Венедиктовой являются массовые факты государственной измены и коллаборационной деятельности со стороны работников органов СБУ и прокуратуры. Чистки в СБУ. После отставки руководителей СБУ и АКПУ Владимир Зеленский анонсировал увольнение еще 28 должностных лиц Службы безопасности Украины на основании неудовлетворительных результатов работы. Президент провел кадровые перестановки в руководстве СБУ Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Закарпатской, Полтавской. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы оставаться в курсе важных новостей. Также под видео вы найдете ссылку на скидки на Алиэкспресс. Спасибо за просмотр. Житомирской областей и уволил зам главы СБУ Владимира Горбенко. Итоги. Рамштайн 4. 20 июля представители оборонных ведомств провели четвертую встречу в формате «Рамштайн». В ходе переговоров глава Пентагона заявил, что война находится на решающем этапе и важно усилить поддержку Украины. В этот же день в США объявили о новом пакете военной помощи для борьбы с армией РФ. Она включает еще четыре РСЗО «Химус». Также Великобритания передаст Украине сотни боевых беспилотников «Гаубицы» и «Саунатовского калибра», «РЛС», более 1,5 тысяч «Инло» и «Джевелин». Литва поставит бронетранспортеры М113 и М577. Зерновой вопрос. Делегации Украины, России, Турции и ООН 22 июля подписали зерновое соглашение. Меморандум предусматривает разблокировку портов Одесса, Южный и Черноморск. Сюда с зерном через заминированные участки моря будут везти украинские лоцманы по карте безопасных маршрутов. На время следования кораблей с грузом стороны обязуются соблюдать режим прекращения огня. Для контроля за операцией создается совместный координационный центр. Проверка кораблей на наличие оружия будет проводиться в исключительно в гаванях Турецкого пролива. По заявлению министра инфраструктуры Александра Кубракова, разблокировка экспорта укрепит украинскую экономику и армию, а также позволит снизить мировые цены на продовольствие и притормозить инфляцию. Зеленская в США. Первая леди Украины выступила в Конгрессе США 21 июля. В своей речи Елена Зеленская призвала передать украинским военным системы ПВО для защиты от ракетных ударов РФ. По итогам визита Зеленской в США, американские сенаторы представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом. Новый курс доллара. Впервые с начала войны Нацбанк обновил официальный курс валют. Стоимость доллара выросла на 25%, с 29 гривен 25 копеек до 36,6 гривны. При этом курс и в дальнейшем останется фиксированным. По прогнозам аналитиков, повышение курса доллара приведет к увеличению доходов бюджета и гривневой выручки экспортеров. В то же время импорт подорожает и инфляция может ускориться. Расширение санкций против России. Евросоюз ввел в действие седьмой пакет санкций против РФ.